Только в основном удар сбоку. Стоя под 45 градусов. Стопы. Вот тут голая стена, голая нога дает варианты тренировок. Начинаем с майкера. Я не влипаю. Ногами как раз идет прощелкивание. Флеск. Дальше. Маласи гири. 45 градусов. Маласи гири. Коши. 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 Ёка гири. Так вот. Спокойно, не спеша. Уверяем технику. Становимся. При ударе Ёка гири ногу ставим впереди. Дабы не было привычки ее убирать на предмет атаки поединке. Поэтому я всегда спокойно и ставлю ногу. Какой частью стопы? Медленно давайте покажем. Вот эта. Зона, которая идет по направлению с ноги. Не вот эта. Вот эта часть чуть подальше. Она приносит, как правило, тонкие части тела. Как правило, бьют кодочину. Если у человека хорошая скоростная ночь. Пойдем на стеночки. Вот он стенка. Два положения ног. Вернее, пальцев на ноге. Первое, это положение, когда пальцы сжаты при ударе. И второе положение, когда пальцы красиво как нарисованы. Точно так же я отрабатываю уши. Сначала не точное, потом за время я прихожу четко по дну положить. Микадзуки, ура микадзуки. Работает на стеночке. Поменялся точно. Вернулся. Ни одного лишнего движения, хотя стойки меняются. Вот принципы в основном все есть. Если человек хочет, он тренируется. Если он не хочет, он находит причину, чтобы это не делать. Какое количество ударов по стене? На стенке я работаю по 30 ударов. По 30 ударов? Да, по 30 ударов даю 3 на 3 дня. Три дня я работаю на стенке, три дня я стенку не трогаю. Работаю на других снарядах. Руки за это время успевают уплотняться, успевают нормально привести в порядок. И 3 на 3 оно максимально. Плюс горячая вода. Горячая вода всегда. Мужчинам будет хорошо мыть всегда посуду. Женщины будут за это любить. Но у вас будут здоровые руки. То есть после работы? Да. Вечером я прихожу домой после тренировки. Я обязательно прошу, чтобы мне там тарелок с 8-10 валялось каких-нибудь. Я спокойно остановлюсь. Мне как раз этого времени хватает. Руки привести в порядок. Заодно промять и привести горячей водой. После этого крем увлажняющий. Потому что кожа она все-таки тонкая субстанция. И нам мозоли сейчас в принципе не нужны. Мы не собираемся бронедоспекетом пробивать костяшками. Поэтому особой защиты не нам. Достаточно, чтобы руки были живыми. А они уплотняются сами по себе и закачиваются эспандерами. Есть 4 вида эспандеров. Вот ими используемся. Первый это теннисный мячик. Второй это эспандер резиновый. Третий. Причем резиновый можно как хочешь сжимать. Третий есть силиконовые мячи. Такие достаточно прикольные. Похожи на женское удовольствие. Но они очень хорошо прорабатывают все пальцы. И четвертый это вис. Мы висим, что говоря, на доге. Вот сейчас мы это продемонстрируем. Игорь, подойди к перекладнике, где мальчик читает книгу. Забрось свои доги поперек. Пойдемте.